Привет, друзья! Сегодня мы говорим о наиболее известных и распространенных ошибках и сбоях в работе YouTube. И это повод проверить свои каналы. Список ошибок довольно большой. Здесь и то, что касается рекламы видео и отображения различных элементов, невозможности что-либо изменить, ответить на комментарии, ошибки внешнего вида и ошибки аналитики. Сейчас по порядку все рассмотрим. Ну, первая это ошибка, когда не отображается, не показывается реклама в видеороликах. Какие могут быть причины и как ее решить? Проверяем по порядку следующие возможные варианты. Может быть у вас тематика данного видеоролика sensitive subject, то есть какие-то военные действия или конфликты, новости, агрессия, проявление жестокости и так далее. В таких видеороликах YouTube не отображает рекламу в соответствии с новыми правилами. Это может быть контент 18+, причем там как может быть установлено ограничение 18+, в том числе YouTube без вашего согласия, так и может даже не быть этого ограничения, но контент может содержать ключевые слова, характерные для тематики 18+. Если это все не подходит, проверяем следующий момент, который тоже является ключевым. Посмотрите, включена ли монетизация на вашем видео. Если все в порядке, хорошая репутация, то вы увидите зеленый индикатор в статусе и функциях канала. Значит монетизация включена, все должно быть нормально. Если же индикатор красный, монетизация отключена, поскольку у канала плохая репутация или были какие-то нарушения, то тогда логично, что рекламы в ваших видеороликах вообще не будет. И вам необходимо решать проблему с монетизацией и понимать, что там произошло. Также, если вы работаете через медиасеть, обратите внимание, находится ли канал в медиасети. Возможно медиасеть отключила канал по каким-то причинам. Если на канале отображается не только партнер подтверждено, но также сеть и название сети, значит все в порядке, канал остается в сети и надо искать причину в другом. Совсем недавно появилась другая ошибка. В статусе монетизации отображается, вы отключили монетизацию в настройках, включить монетизацию. Однако вы сами помните и понимаете, что вы ничего не отключали. Ошибка связана с тем, что YouTube обновил правила отключения монетизации и по какой-то причине у них теперь данная настройка связана с разрешением показа рекламы рядом с вашими видео. Зайдите на вкладку канал, дальше дополнительно и отметьте галочкой разрешить показ рекламы рядом с моими видео. В принципе, эта галочка не имеет отношения к видеороликам, которые вы монетизируете, но из-за сбоя YouTube получилось, что имеет. Так что проверьте обязательно и включите. Убедитесь, что во всех ваших каналах реклама откручивается. Даже если там хорошая репутация, если вы ничего не отключали, лучше лишний раз удостовериться, потому что такой сбой произошел недавно. Следующий момент. Не получается заменить рекомендованный контент. Соответственно, на вкладке канал рекомендованный контент есть рекламное видео канала. Иногда получается так, что нет возможности его удалить и добавить другой видеоролик. Когда это происходит? Это происходит в случае, если вы удалили тот ролик, который находится в разделе рекламное видео канала. Тогда не получается поставить туда новый ролик. Как решить данную проблему? Здесь, в принципе, два варианта. И они оба связаны с обращением в поддержку. Вариант номер один. Попросить в поддержке восстановить удаленный вами ролик. Вариант номер два. Попросить удалить удаленный ролик из раздела рекламное видео канала. Если вы работаете через медиасеть, пишите в поддержку медиасети. Они помогут решить вопрос более оперативно. И сами обратятся в саппорт YouTube. Следующий вариант. При попытке написать комментарий, страница перезагружается. Это достаточно известная ошибка и у нее достаточно простое решение. Вам необходимо установить расширение для браузера, которое называется HTTPS Everywhere. В чем суть ошибки с перезагрузкой страницы? По умолчанию страница с просмотром видео может открываться по небезопасному протоколу HTTP. А здесь при попытке комментария ставить, YouTube перезагружает страницу по протоколу HTTPS. И соответственно возникает данная ошибка с перезагрузкой. Данный плагин решает эту проблему. Используйте его. Он доступен для всех браузеров. Следующая ошибка связана с невозможностью оспорить, либо отозвать жалобу на видео. Это может происходить в случае, если вы или тот, кто хочет, чтобы вы отозвали жалобу, удалил данный видеоролик, на который была подана заявка о нарушении авторских прав. Отозвать эту заявку всегда можно через почту copyright.youtube.com При этом письмо о том, что вы хотите отозвать заявку, должно быть отправлено с той почты, с которой этот страйк был подан. То есть писать должен сам правообладатель. Текст письма следующий. В настоящем я отзываю свою жалобу на нарушение авторских прав, отправленную на видео. Далее дается ссылка. И в качестве цифровой подписи указывайте фамилию, имя, отчество полностью, правообладателя или заявителя. В таком случае всегда можно отозвать жалобу. Даже если вы там на кого-то подавали жалобу, и она не отображается теперь в разделе отзыв претензий, через почту можно разрешить данный вопрос. Следующий распространенный глюк не помучается ответить на комментарии под видео. Здесь две причины. Либо это настройки Google+, либо это действительно сбой на YouTube. То, что касается настроек, зайдите в Google+, откройте пункт настройки и посмотрите, кто может комментировать ваши общедоступные записи. Убедитесь, чтобы там стояло все, тогда можно будет отвечать на комментарии. Ну и естественно, если у другого пользователя ограничена возможность комментировать, то вы не сможете ответить на его комментарии. Следующая ошибка. Не сохраняется значок видео. Возникает периодически с завидной регулярностью. В чем может быть причина такой ошибки? Но прежде всего исключите те причины, которые связаны с вашими действиями. Проверьте размер картинки значка видео. Он не должен превышать 2 мегабайта. Проверьте форматы картинок. Формат должен быть поддерживаемым. То есть рекомендуется использовать формат JPEG или PNG. Другие не советую. Обновите страницу. Перезагрузите страницу в браузере. Попробуйте повторно добавить картинку. Попробуйте очистить кэш вашего браузера. Перезайти еще раз. Попробуйте пересохранить значок при помощи любого графического редактора. Иногда бывает, что как-то система запоминает эту картинку и не сохраняет ее. Достаточно ее пересохранить и все встает нормально. Также, если значок пропадает в момент публикации видео, то рекомендуется следующий прием. Загружаем видео в ограниченном доступе. Добавляем значок к нему. Сохраняем. И только после сохранения публикуем видеоролик. Тогда вот такой проблемы с пропавшим значком не будет. Еще одна проблема. Не сохраняется значок канала. Известно, что значок канала меняется через систему Google+. И бывает так, что вы его установили, а отображается все та же самая картинка по умолчанию. Вы пробуете добавить его еще раз, но проблема сохраняется. Что это такое? Почему так происходит? Связано это с тем, что система довольно громоздкая и неповоротливая. И картинка сохраняется не сразу. Берем значок в разрешении более чем 400 на 400 пикселей квадратный. Загружаем его через Google+. Все сохраняем. И дальше ожидаем где-то полчаса. Ну, иногда час. Обычно за этот период времени система обновит прокэшировавшийся значок. И он будет отображаться корректно. Максимум до суток занимает по времени. Постоянно обновлять значок, перезагружать его необходимости нет. Это не поможет ускорить процесс. Кстати говоря, если в опубликованном видео значок вы хотите изменить или обновить, то помните, что для ваших зрителей он обновится не сразу, опять же из-за проблем с кэшированием. Это может уйти один-два дня. А если ролик размещен где-то в ВКонтакте и там закэшировался, там вообще может быть длительный процесс обновления значка. Следующий сбой – это сбой отображения страницы о канале. YouTube немножко меняет интерфейс и у них опять возникают глюки. То есть теперь текст сведений о канале выходит за рамки того поля, в котором он может быть размещен. Причем на разных браузерах глюк выглядит по-разному. На Firefox текст просто уходит вправо за пределы экрана. На других браузерах могут быть переносы по одной букве. Кстати, недавно видел комментарий моего постоянного подписчика, зрителя, который написал, что у меня в сведениях о канале переносы через одну букву, разрывы слов и так далее. Это связано именно с ошибкой отображения страницы о канале. Я надеюсь, скоро данная ошибка будет исправлена. Очень часто возникают самые разнообразные сбои аналитики. Может не отображаться статистика дохода, просмотров или подписчиков. Она может резко уходить в ноль. Она может замирать на месте или не обновляться длительное время. Могут возникать разрывы, когда, например, за первое число и за третье число есть статистика, а за второе нет. В таких ситуациях обычно YouTube оперативно вывешивает уведомления вверху на странице аналитики. Вот сейчас, например, вы можете лицезреть уведомление, которое висит уже месяц. Данные о доходах и эффективности объявлений для видеороликов, загруженных после 24 ноября, недоступны. И есть данные только с 1 декабря. Доход не потерян. Мы работаем, чтобы исправить это как можно быстрее. Ну и такие аналогичные ошибки возникают регулярно. Поэтому, если вы видите, что в аналитике график дохода, например, ушел в ноль внезапно, или подписчики ушли куда-то в ноль, или провалились ниже нуля, или просмотры не отображаются. Без паники. Спокойно смотрим, анализируем ситуацию. Если это дело касается дохода, убеждаемся, что монетизация не отключена, что канал не отключили от медиа сети, и что в видеороликах отображается реклама. Если все нормально, значит это сбой аналитики, даже если еще не вывесили вот такое предупреждающее объявление. И остаемся спокойными, не переживаем. Сбои происходят регулярно, поэтому не удивляйтесь. Следующий сбой, даже не сбой, скорее, а особенность. Когда не отображаются аннотации, подсказки, либо рекомендованный контент. Аннотации могут не отображаться со ссылками на сомнительные сайты. Реестр таких сайтов недоверенных есть где-то в Гугле, общедоступного его нет. То есть, если у Гугла есть подозрение, что этот сайт мошеннический, что на нем есть вирусы или какой-то другой вредоносный контент, то аннотации на нем отображаться не будут. Иногда аннотации не отображаются из-за сбоев на определенных видеороликах. Причем это касается аннотаций с внешними ссылками. Если такой видеоролик еще не опубликован, я рекомендую удалить его и загрузить повторно. Обычно проблема решается. Также всегда помните, что подсказки и рекомендованный контент несовместимы. Вот такой оверлей с рекомендованным контентом не может отображаться одновременно с пользовательскими подсказками. Будет отображаться только что-то одно. Часто мне задают вопрос, почему у меня не отображается рекомендованный контент. Посмотрите, наверное вы включили в данном видеоролике подсказки, поэтому его и нет. Если вы заметили еще какие-то новые интересные сбои, то пожалуйста напишите в комментариях. Расскажите всем, чтобы все люди знали об этих сбоях. Перечисленный выше список далеко не полный и сбои YouTube происходят почти каждый день. Не стоит этому удивляться, но стоит об этом оперативно рассказывать всем зрителям, всем подписчикам. Чтобы они не переживали и чтобы оперативно могли решать возникающие сбои и проблемы, когда это возможно. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Денис Коновалов. Жду вашей информации о сбоях. И до встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok